Деревня Призрак Местного населения нет, всего, как я знаю, два человека всего-навсего Много пустых домов, но они закрыты на замках Так что по ним полазить я не могу Имею немножко совести И дома у нас тут кругом Слева, справа у нас дома Сейчас я мимо буду проезжать улицы, которые действительно пустуют Вот в данном случае у меня справа полуживой дом Потому что травка скошная Но ставни, створни, все закрыто наглухо Ну а так, вот у меня что здесь Вот в этих кустах у нас имеются также разрушенные дома Вот у нас домик имеется Тоже уже бесхозный, заросший Видно, в нем никто не живет Створни и ставни не закрыты Это значит брошенный дом Возможно, когда будет время, то есть зима Будем, наверное, приезжать Кстати, там он колодец Надо будет в этот колодец сходить вместе с магнитом Так, вот справа у нас тоже домик Вот здесь у нас, так понимаю, в советское время Был, наверное, магазин или что-то в этом роде Вот, некоторые дома еще, в принципе, ухаживаются Но не живут Вот у нас тоже домик заброшенный Вот в этих кустах тоже был дом И одноместная бабушка мне сказала, поведала Что здесь вот, когда разбирали кирпичный фундамент Нашли серебряный сосуд Наверное, полметровый Вот, кстати, эта бабушка здесь вот живет Здесь вот у нас вот глава Глава данного, я не знаю, деревни Здесь вот у нас вот такой телефон Ставить не знаю, работает, нет Но все же Травищи полно Очень много травы Как вы видите Все, что впереди, вот до зеленого леса А здесь вот были все дома Вот я сейчас еду по центральной улице В свое время, когда была густо населенная местная область Так что, ой, трава-то какая высокая Найду ли я сегодня даже хоть какой-нибудь фундамент Вот еду я именно шурфить Вот, потому что трава, видите Еду в машине И она у нас по самую крышу А вот оно и мое место Сейчас я здесь вот буду искать Фундамент, который был в свое время начат Одним товарищем, но не закончен Вот это травища Вот это да Смогу ли я сейчас выйти из машины Как вы видите, трава густо-густо Торчит у меня А вот и здесь вот я собираюсь осуществить свой шурф Ненавижу вот эти колючки Ох, как ненавижу Они, зараза, такие колючие Придется немножко лопатой поработать Скосить ее И продолжить свой шурф Ну ладно, продолжу с первой находки А находки я точно знаю, что будут Надеюсь, они будут у нас царские Очень надеюсь Давно я не поднимал царские большие монеты В основном мелочь всякую И советы Ладно, ждем и смотрим Не переключайтесь с моего канала Если вы смотрите меня Это у нас канал Поиск 63 Рус Кто не подписался, подписывайтесь Ну и комментируйте Каждую находку мою Если вам это интересно Итак У меня первая находка И с уверенностью могу сказать Что это у нас монета И монета у нас советская Вот она лежит Судя по всему По размеру это наверное трешечка Или пятачок Так, герб Герб у нас старый Вот такой вот герб Год Год 1929 Ровный Сохран половой Фух Жарища страшная Вот такой вот пятачок выпал Ладно, забираем Итак, ребята Выкопал я уже Небольшую ямку Потихоньку Выгребаю из нее Мусор Ну и этот мусор Мне очень нравится Горшочки Разного рода Попадаются Черные Серые Коричневые Лакированные Крашеные В общем Керамика Вот царская В общем все такое Эдакая Вот очередная у меня монета Судя по всему Это у нас наверное Двушечка советская Сейчас мы с вами ее посмотрим Посмотрим Что это у нас за монета Так, герб старый вижу Так А нет, 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 нет Ребята Это у нас 10 копеек 10 копеек 1924 года В простонародье Это называют Беллончик Беллончик Серебром Тяжело назвать Но все же Серебро Советов Ну, скорее всего Беллончик ему больше подходит Потому что Белый металл Проба серебра Здесь очень низкая Пятьсотая проба Из-за этого его и называют Кладоискатели Беллончик Вот такая Вещица Между прочим Монеты серебряные Стали При Александре Последнем Делать Низкой пробы Дабы Экономить Серебро На изготовлении Монет Удешевить Изготовление Ну и казну Чтобы Сохранить Вот такой вот Беллончик У нас 10 копеек 27 года Забираем 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 Итак Наконец-то У меня Выпал Не просто Монитосик А царский Монитосик Вот он Вижу Через монитор Объектив Камеры Что это у нас Одна копеечка Николаевского формата Берем Смотрим Так Сохранчик Отвратительный Половой Я его еще называю И плюс Он еще у нас Имеет дефект Мятый 1905 год Ладно Значит Это у нас домик Был еще При царях Радует Радует То что При царях Значит У нас здесь Будут еще Царики Поживем Увидим Так Кстати Поднял я Здесь Вот еще Одну находочку Так Где она Вот она Вот такая Вот штучка Это у нас Обломок Я предполагаю Что это Женский Браслет Женский Браслетик У меня Есть Целый Такое Вот из-за Этого Я могу Сказать С уверенностью Что это У нас Браслет Здесь Вот на Этой Вот Имеется Еще у нас Рисунок Должен быть Но сейчас Его не Увидишь За большим Слоем Налета Окислов Медных Но это Браслет Браслет Повторюсь Заберем Посмотрим Почистим Что за Рисунок А так Считаю Что это Шмурдячок Но все равно Забираем Итак Очередная У меня находка И находка Долго Себя Не заставила Ждать Копнул Ковырнул И монета Буквально Сама Выкопалась Высыпалась Вот она Ну знаю Что это Копеечка Копеечка Вот такая Вот Конечно Налет На ней Неприятный Год 1929 Вот такой Копиндос Ненавижу Вот такой Налет На Советских Монетах Когда они Зеленые И Болячки На них Отвратительные До сих пор Я не знаю Как их Чистить Чтобы они Были В очень Хорошем Состоянии После чистки Экспериментирую Очень много Очень много Монет Порчу Советских Так что Не знаю Может кто знает Посоветуйте Как Чистить Советские Монеты Чтобы они Были в идеале То что я Вижу В интернете По чистке Монет Все методы Я попробовал Полный Отстой Отстой Ну ладно Смотрим Итак Сижу Я вот В этой яле Минут 15 Копаю Минут 15 Отдыхаю Там Наверху Там Светит Солнышко Жарище Вообще Страшное Ну у меня Сигнальчик Выпал Решила Снять А снимаю Потому что Знаю Что это Монета Хотя Может И Канина Сейчас До этого Очень много У меня Попадалось Канины Не знаю С чем Связано Вроде Дом А Канины Полно И все Похожи Были Вот Такой Вот Такой Нарост Грязи Начинаю Чистить А там Дырочки Но На этот Раз Не Так Так Это У нас Монета Радует Частья Не Буду Посмотрю Что Это У нас У нас Судя По всему Копеечка Так Копейка Так Николай Первый Да Николай Первый Его Вензеля Такие Буквка Н Корона Сверху И снизу Однерочка Это Николай Первый Год Я Не Скажу Вот Помою И вам Покажу Вот Такая Монета Выпала У меня Фух Жарища Сейчас Наверное Градусов 40 На Солнышке Ладно Смотрим Итак Выбрался Я Из Ям На Паразвон Выпала У меня Монета С такой Глубины Подняла Монетку Царскую Царская Монетка Две Копеечки Сейчас Мы Посмотрим Какой Год Год У нас 1899 Вот Такие Две Копеечки Сохранчик Вроде Будет Неплохой На Троечку Потянет А так Ничего Забираем Очередной Царик Пополняет Коллекцию Да Покажу Я вам Еще Шмурдика Сколько Я накопал Блин Я не знаю Вот с такой Глубины Я не знаю Откуда Откуда Вся Домашняя Утварь Вон я Выбрасываю Туда Очень много Керамики Половина Находится Здесь В засыпочке И вот Так вот Я наковырял Еще Канины Откуда Канина Там Может быть Вот еще Шесть штук Опять штук Канины И вот Такое Непонятное Колечко Не знаю Что за Колечко Такое Очень Тонкое И маленькое Ну вот Так вот Канина Блин Наковырялась Каждое Выкопанное Канина Было Ощущение Что Монета Потому Потому Что Очень Сильно Окислились Вот Этот Канина На Такой Вот Клубине Не Знаю Как Так И монеты И Канина И Вся Домашний Утварь Находится На Такой Глубине Ну а Так Ладно Продолжаем Итак Выпала У меня Монетка Я Ее Уже Доставал Смотрел Это У нас Копеечка Старый Герб Год 1800 1928 У меня Практически Каждый Коп Попадается 28 Год На Прозапрошлом Вот И на Прозапрошлом Тоже Копе Короче Два Подряд Копа Копеечки Попадается Именно 28 Года Ладно Продолжаем Итак Ребята Решил Я Отдохнуть Систематически Ухожу С Копа Минут 15 Покопаю И в машину Машину я Все Открыл От Солнца Я Занавесил В общем Прохлада В машине И Довольно Жить Так Можно У нас Очень Жарко Душно Вот Даже Мухи Комары Куда Пропали За Такой Вот Погода Уже Не знаю Сколько У нас Дождей Нет Москву По новостям Смотрю Заливает И заливает Осадками Практически Плавает Уже Венеция А не Москва А у нас Духотище Жарище Вот Сегодня На солнце Наверное Градусов 40 Утром Уезжал На градус Не глянул Был 29 В тени Вот Сейчас Вообще Жарко А хочу Вот Что Вам Сказать Что Я Начал Записывать Видео Все Бы Хорошо Сегодняшний Шурф Но Не хватает Какой-то Изюминки Цари Есть Советы Есть Даже Серебро Есть Но Чего-то Не хватает Какой-то Изюминки Никакой-то Я не знаю Хоть Микро Какой-то Сенсации Давненько Я не подымал Ничего Интересного Так-то В среднем Раз В три Копа У меня Что-нибудь Такое Интересное Вылазит А это Что-то Не знаю Не знаю Почему Может Так кажется Потому что Сегодня Я Снимаю Ломку Тем Что Две Недели Две Недели Я Не Выезжал На Коп И Сегодня Несмотря На то Что Жарко Очень Я Решил Выехать Снять С С Вот Эту Ужасную Ломку Ну Накопался Я Уже Вдоволь Из-за Того Что Жарко Ну Выехал Я Не так Уж Далеко 30 Минут От Моего Дома Вот Ну 40 40 минут Порядка 40 Километров Ну Ничего Находки В принципе Есть Изименку Я думаю Сегодня Еще По дому Время Еще Ранее Сейчас Чаек Глотну И Снова В путь Так Что Смотрите Видео Будет Очень Интересным Я Думаю Хоть И копаю Я Сегодня Один Нет Ребят С Кем Можно Было Повеселиться Получить Удовольствие От Общения Ну Вот Так В одиночестве Мы копаем Потому Что В связи С тем Что Будничные Дни Кто-то Работает Кто-то И не Может Выехать Фу Ну И погода Очень Жаркая Майку Я Постоянно Беру Мочу Водой Между Прочим Советую Мочили Майку В воде И Прохладненько Обязательно На голове Имейте Бандану Или Бейсболку Кепку Чтобы Не было Удара Просто Знаю В некоторых Камрадах Было Такое Домой Приезжают И Не могут Заснуть Из-за того Что Очень сильные Главные Боли Это Все Из-за Того Что На солнышке Перегрелись И Солнышко Ударило По голове Так что Советую Банданы Я тоже Мочу Вот Так что Можно Можно Копать И в жару И в духоту Ну Конечно Хотелось бы Ветерка Прохлады Хоть Сейчас Немножко И нагнало Тучек Солнышко Нет Нет У нас Прячется Так что Удовольствие Получаю От копа Когда Солнышко Падает Ну ладно Смотрим Итак Ребята Наплакал Я Дождик Наверное Вон Из той Степи Идет Гром И я думаю Он придет Сюда Потому что Ветер В мою Сторон Идет Ху Бля Жара Жара Солнце Солнце И на тебе Действительно Наплакал Дождя На свою Голову Теперь Я думаю В надежде Может быть Пройдет Хотя Вряд ли Ладно Итак Ребята Дождик Меня все таки Накрыл Спрятался Козырек Машина Удобный Козырек У Шкоды Багажник Я думаю Дождь Ненадолго Он прошел Как бы стороной Немножко Краешком Задел меня Я думаю Что ненадолго Ладно Подождем Чай попьем Авось пройдет Ребята А дождь Зарядил Хороший Прям вообще С ветром Но я думаю Ненадолго Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин